Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Некоторые предприятия региона могут вернуться к работе. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней президентом России. Продукты с доставкой на дом, отделение почты России принимают звонки от жителей. Как наши соотечественники живут на самоизоляции за рубежом. Репортажи из Швейцарии и Германии. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней. Не исключено, что некоторые предприятия смогут вернуться к работе. Напомним, накануне с обращением к гражданам выступил президент России Владимир Путин. Как пояснил глава государства, нерабочие недели и режим самоизоляции позволили выиграть время в борьбе с распространением коронавируса. Но пока угроза сохраняется. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что сегодня в регионе диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 людей. При этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой. В больницах остаются 10 человек. Те меры, которые были приняты на федеральном уровне, которые были реализованы указом президента, считаю крайне важными и своевременными, отметил Дмитрий Азаров. Огромная страна и, конечно, разные ситуации по распространению вируса. Ко мне, рассказал губернатор, поступают обращения от крупнейших трудовых коллективов, руководства предприятий, которые готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм. Они выходят с просьбой предоставить им возможность работать. Глава региона отметил, что предложения поступают в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории области – завода «АвтоВАЗ». Мы уже работаем над областным постановлением, которое позволит создать условия для устойчивого развития экономики, сохранения рабочих мест и доходов граждан. С учетом задач, поставленных президентом, и понимая всю ответственность перед каждым жителем Самарской области, мы будем принимать оптимальные и сбалансированные решения. Призываю вас с пониманием отнестись к ограничениям, которые накладывает на нас ситуация. Оставаться дома очень важно. Только вместе, уважая других людей, действуя в интересах всего нашего общества, мы изменим ситуацию. Будьте здоровы, дорогие земляки. Берегите себя и своих близких. Предпринимателям Самарской области окажут меры господдержки. Особенно тем компаниям, которые столкнулись с наибольшими проблемами в условиях режима всеобщей самоизоляции. Это гостиничная и туристическая сферы, ритейл-сфера общественного питания и некоторые другие. Председатель областного правительства Виктор Кудряшов, возглавляющий также штаб по повышению устойчивости экономики, попросил предпринимателей воздержаться от принятия неверных решений по высвобождению персонала и закрытию своего дела. Вице-губернатор подчеркнул, государство окажет всю необходимую помощь, в том числе меры прямой поддержки. На данный момент федеральные отраслевые министерства работают над созданием пакетных мер. При этом по ходу развития ситуации такая помощь будет наращиваться и дополняться ежедневно. Как на федеральном, так и на региональном уровне. Сейчас для бизнесменов доступны перенос уплаты налогов и страховых взносов, а также льготное кредитование с нулевым процентом для выплаты заработной платы. Рассматривается вопрос о компенсации расходов предпринимателей, не допустивших распуска сотрудников по уплате налогов на имущество, землю и транспортного налога. Сегодня готовим решение по отсрочке налоговых платежей и арендных платежей по имуществу, которые находятся в государственной муниципальной собственности. Также мы для особо проблемных пострадавших отраслей рассматриваем меры и прямой поддержки. Виктор Кудряшов отметил, государство окажет помощь тем предпринимателям, которые сохранят свои коллективы. Тех же, кто принял решение распустить работников, призывают проинформировать об этом Министерство труда Самарской области. Это необходимо для того, чтобы правительство могло компенсировать компаниям часть расходов на зарплаты. Получить подробную информацию о выплатах работники и руководители предприятий могут по телефону горячей линии. Информация о принятых решениях и о том, как воспользоваться мерами поддержки, будет в ежедневном режиме с подробными разъяснениями публиковаться на сайте мойбизнес 63, а также в социальных сетях. Самарские автобусы под особым контролем. По поручению главы города Елены Лапушкиной ежедневная дезинфекция проводится в салонах как муниципального перевозчика, так и на коммерческих маршрутах. На предприятиях вводятся новые штатные единицы дезинфекторов. Олег Зверев увидел, как обрабатывают автобусы. Измерение температуры обязательной процедуры перед выходом в рейс. В самарских автобусах усиленные меры безопасности. Задача не допустить распространение коронавирусной инфекции. Здоровье водителей и кондуктора на особом контроле. Все автобусы ежедневно моют, салон обрабатываются хлорамином. Работают мобильные бригады дезинфекторов. Они работают в почти круглосуточном режиме. Обрабатывается подвижной состав не только в парке во время отстоя, но и во время обеденного перерыва. Мы обрабатываем все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, стекла, валидаторы и сидения. Все это сделано для дополнительной безопасности наших пассажиров и личного состава. В управлении предприятия находится 450 автобусов. Третий из них сейчас на приколе. Пассажиропоток снизился более чем вдвое. Те же машины, что выходят в рейс, ездят полупустыми. Но это не исключает повышенных мер безопасности. Мы информируем пассажиров о том, что нужно соблюдать дистанцию, то есть полтора метра, и что самоизоляция все-таки это необходимо в связи с такой обстановкой. В режиме ежедневной обработки хлорамином и коммерческие маршруты. Как только микроавтобус въезжает на стоянку, сразу появляется дезинфектор с баллоном. К слову, такие штатные единицы сейчас введены повсеместно. После получения указаний из департамента транспорта администрации города Самары, мы привлекли дополнительных сотрудников, которые в ежедневном режиме перед выездом автобуса на линию проводят дезинфекцию подвижного состава. Эта дезинфекция проводится специальными сертифицированными химическими составами для исключения вероятности вреда здоровью. Внимание к маршруткам как к хирургическим операционным при такой обработке, уверяют в транспортной компании, никакой инфекции не останется. На данный момент пассажиров очень мало ездит. Как бы все в основном в масках. И поэтому какие-то там вопросы лишние, они нам не задают, мы им не задаем. Несмотря на все меры предосторожности, транспортники обращаются ко всем самарцам с призывом пользоваться их услугами только при крайней необходимости. Тем же, кому не надо на работу, лучше всего оставаться дома. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Чисто и безопасно по поручению главы Самары Елены Лапушкиной городские улицы, парки и скверы ежедневно моют и дезинфицируют специальными растворами. Бригады коммунальщиков равномерно распределены по всем районам города. Количество техники и рабочих увеличивается с каждым днем. Сколько улиц успели обработать сегодня, знает Андрей Горгуленко. Самарские парки, скверы и дороги обрабатывают средством «Хлорамин-Б». Оно безвредно для людей и сертифицировано Роспотребнадзором. Но на всякий случай, если вы видите дезинфекторов, лучше обойти их стороной. Обработку общественных пространств проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. В самарских парках специалисты служб благоустройства с ранцевыми распылителями моют раствором лавочки, урны, дорожки и детские площадки. Бригады работают в каждом городском парке. По правилам, их должны дезинфицировать ежедневно, даже несмотря на то, что в условиях общей самоизоляции количество посетителей сильно уменьшилось. И вечером, и в ночное время посещают все равно эти детские площадки и дети, и подростки, и взрослые со спиртными напитками приходят. Поэтому обрабатываем для безопасности. За день специалисты разных муниципальных предприятий обработали 71 улицу и 8 общественных пространств равномерно во всех районах города. Количество вымытых дорог увеличивается с каждым днем. Всего в Самаре продезинфицировали почти 200 улиц, а также набережную, подземные переходы и 36 скверов, аллей и площадей. Как только ночью становится теплая погода, специалисты будут работать в круглосуточном режиме. При этом нехватки специальных растворов не будет. Запасов материалов вполне хватает. Закупки дополнительно организованы. Сейчас никакого дефицита в дезинфицирующихся и моющих средствах нет. С каждым днем увеличивается количество техники. Сейчас на улице Самары уже выходят 36 поливочных машин и 9 вакуумных пылесосов. Темп работы, помойки, дезинфекции дорог и общественных пространств не будут снижать и выходные. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Не выходя из дома, купить продукты и товары первой необходимости. Оплатить квитанции, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины. Во время усиленного режима самоизоляции услуги Почты России пользуются популярностью у населения. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Здравствуйте, как у вас дела? Хорошо, нормально. Спасибо. Спасибо. Заказывайте еще. Конечно, очень удобно. Очень удобно. Не только для меня, я думаю, для многих так, если заказывать. Не выходить на улицу. Маргарита Сухин знает всех своих клиентов в лицо. Говорит, многие соблюдают усиленный режим самоизоляции. Поэтому люди охотно заказывают продукты и товары первой необходимости с доставкой на дом. Без нас они не справятся. Есть, допустим, бабушки, которые не могут ходить, не могут заказать, а мы им принесем. Они вообще радуются, когда к ним приходят. Мы с ними можем поговорить, выслушать их. Я не знаю, могут чем-то поделиться. Бакалейные товары, кондитерские изделия, бытовая химия. Ассортимент широкий. К тому же доставка бесплатная. Если успеть до 10 часов сделать заказ по телефону, который указан на экране, то товары первой необходимости принесут в течение дня. Если позже, то на следующие сутки. Люди намного чаще стали пользоваться услугой. Услуга такая была актуальна и была востребована еще и ранее. Однако сейчас, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, с учетом требований постановления, которое было подписано губернатором по самоизоляции граждан, конечно, сейчас это приобретает еще больше актуальность. Они берут с собой самый распространенный ассортимент товаров и как бы реализуют непосредственно уже при выдаче пенсии. То есть это тоже услуга очень и очень востребована. То есть мы не ждем заявок, мы выдаем им определенный ассортимент. Они уже познакомились со своими клиентами, то есть они знают, кому что нужно. В апреле все пенсии, которые население получает через почтовое отделение, будут доставляться на дом. Также на дому с помощью сотрудников предприятия можно будет оплатить коммунальные платежи, услуги, связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Самарские таможенники не дали вывести из России медицинские маски и дезинфицирующие средства. В марте пресекли три попытки. В первый раз таможенники вовремя обнаружили более трех тысяч одноразовых хирургических халатов и две тысячи медицинских масок. Все это везли в Казахстан. Во второй раз задержали автомобиль, следовавший в Киргизию. В транспорте обнаружили 835 противогазов. И уже в конце марта задержали машину, в которой было более полутонны дезинфицирующего средства. Сейчас по всем выявленным фактам проводятся проверки. Детские сады, учреждения дополнительного образования, школы, колледжи и вузы будут работать в дистанционном режиме. Исключения сделаны для дежурных групп детсадов. Родители, трудящиеся на непрерывных производствах, могут приводить детей как раньше. Для этого они за выходные должны любым удобным им способом связаться с руководством дошкольного учреждения и поставить его в известность. Министр образования и науки Самарской области заверил, что цифровая среда не нова для педагогов. Технологии онлайн-обучения внедряются уже много лет. Все педагоги проходили повышение квалификации, которая включала и способы работы с этими технологиями. С 2019 года во всех школах региона ведутся электронные журналы. Компетенция учителей высокая, нагрузка же не возрастет. Все занятия в дистанционной форме, все наши уроки будут продолжительностью 30 минут. И это методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации. На этой табличке вы видите, что родитель и ученик будет видеть день недели, на который составлено расписание, номер урока, время проведения урока, способ подключения. На всех сайтах должны быть указаны телефоны горячих линий, куда можно обратиться с вопросом, связанным с дистанционным обучением. В Самаре патрули вышли на поиски нарушителей. Волонтеры проекта «Народный контроль» проходят по дворам и улицам в разных районах города. И проверяют, как горожане исполняют постановление губернатора Самарской области о режиме полной самоизоляции. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа. А получается у вас ублюдать режим самоизоляции? Стараемся. То есть не выходите только за продуктами? Да. Народный контроль отправился на проверку. Волонтеры говорят, Самарские улицы заметно опустили. Люди выходят из дома только в случае крайней необходимости. Так как мы работаем, нам приходится ходить на работу. Понятно. Также на особым контроле участников проекта «Народный контроль» цены на продукты и товары первой необходимости. Смотрим, сколько они стоят и смотрим для того, чтобы они не повышались. Если мы заметим, что цены на продовольственные товары сильно повышаются, то мы, конечно, будем обращаться в прокуратуру, в федеральную антинапольную службу, для того, чтобы разобрались с фактом повышения цены. Волонтеры проверили, работают ли кафе и рестораны. По распоряжению губернаторов все они должны быть закрыты до 5 апреля. На момент проверки все заведения были закрыты или работали только на вынос. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Оставайтесь дома. С таким советом к жителям обращаются и представители Общественного совета ГУВД. Они призывают самарцев не подвергать риску свое здоровье и здоровье других людей. Сидите, пожалуйста, дома. Занимайтесь домашней работой. Занимайтесь спортом. Занимайтесь общением с семьей, с детьми. Мы на работе ради вашего здоровья. Вы ради своего же здоровья должны оставаться дома. Наряду с личной гигиеной и самоизоляцией нужно прекратить паниковать и сеять психоз. Все, чем мы себя пичкаем через социальные сети, через телевидение, через радио, через прессу, снижает наш иммунитет. А это самое главное в борьбе с любым вирусом. Самоизоляция в эти дни стала обязательной для тысяч людей по всему миру. Как складывается ситуация в Швейцарии в эксклюзивном интервью для телеканала Самара Гиз рассказала Олеся Ла. Она проживает в городе Баден. В Швейцарии уже более двух недель как введено особенное положение в стране и закрыты все учреждения, кроме больниц, аптек и продуктовых магазинов. Все, кто могут работать из дома, они продолжают работать из дома уже более двух недель. Но такого выбора нет у врачей, у медсестер, у продавцов. Они продолжают работать и подвергать им сам риску свое здоровье и здоровье своих близких. Чтобы быть солидарными с ними, мы стараемся оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию, если мы выходим на улицу. И, естественно, мыть руки по возвращению домой. Это единственное, что мы можем сделать сейчас, это остаться дома и хоть как-то замедлить рост распространения инфекции. О том, как сейчас проходит карантин в Берлине, нам рассказал Александр Пименов, научный сотрудник института Вейерштрасса. По его словам, никакой паники не наблюдается. Ситуация находится под контролем. В Берлине все спокойно, все публичные места закрыты, в том числе детские площадки. Запрещено собираться в группах более чем два человека, из-за исключения семей. Необходимо в публичных местах держать дистанцию от полутора метра и больше. Спасибо. Документы о присвоении Самаре звания город трудовой доблести отправлены на рассмотрение федеральный центр. По поручению губернатора Дмитрия Азарова подготовлено историческое обоснование. Заявку поддержали и жители области. Сбор подписей еще продолжается. Как можно проголосовать за присвоение городу звания, расскажет Лариса Шалафаст. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал тыловым и промышленным центром страны. Сюда эвакуировали 40 промышленных предприятий и военных заводов. На оборонных предприятиях круглосуточно трудились тысячи куйбышевцев. Поэтому Самара по праву претендует на почетное звание город трудовой доблести. Этот вопрос сейчас решается на федеральном уровне. Поддержать инициативу губернатора Дмитрия Азарова может каждый. Проголосовать можно на сайте Самара Доблесть РФ. Празднование предстоящего юбилея Победы в Великой Отечественной войне обсуждают на очередном заседании Оргкомитета Победа. Мы должны полностью быть готовы к проведению всех запланированных ранее мероприятий в означенные сроки. Мы будем четко ориентироваться на решение Российского Оргкомитета Победы под председательством президента страны Владимира Владимировича Путина. И должны быть готовы к их проведению в том формате, какой будет определен, исходя из приоритета заботы о здоровье ветеранов. Все обязаны сделать для этого. Для того, чтобы за вот этой вот игрозой распространения инфекции мы не забывали о главных скрепах нашего общества, основе нашего государства. Губернатор поручил особое внимание обращать на инициативы, которые идут от жителей. Например, предложение активной молодежи запустить проект внутри истории теперь будет тиражироваться на территории всей страны. С помощью современных технологий человека могут перенести в виртуальный мир, где он окажется на полях сражений. Медиа-ресурсы запускают новые телевизионные программы. В эфире телеканала «Самара ГИС» выходят рубрики и программы «Лица Победы», неизвестные страницы истории запасной столицы «Вехи Победы», «Самара – город трудовой доблести». Запланированы и массовые акции. Например, улица Куйбышева в Самаре снова на время станет пешеходной. Регион не останется в стороне от проектов «Сад памяти», «Поезд Победы», «Свеча памяти». Сейчас в регионе проживают больше 20 тысяч ветеранов. В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне местным властям поручено дойти до каждого и помочь каждому. Особое внимание жилищному вопросу. Ветераны меня просили об этом сказать, чтобы эти мероприятия не были как бы одноразовые, которые идут сейчас в этот период подготовительный и закончатся 9 мая. Хотелось бы, чтобы забота о ветеранах продолжалась, пока они живы. В Самарской области в 2019 году из федерального бюджета было выделено 54 миллиона 700 тысяч рублей, что позволило обеспечить жильем 41 ветерана. На сегодняшний день на территории Самарской области ветераны Великой Отечественной войны на учете нуждающихся в жилье не состоят. Губернатор Дмитрий Азаров поручил мониторить ситуацию и, если необходимость возникнет, обеспечить ветеранов всем необходимым. Лариса Шлафаст, События. Домашняя самоизоляция – хорошее время, чтобы лучше изучить самарскую киноиндустрию. Кинотеатр художественный и агентство социокультурных технологий организовали цикл виртуальных показов документальных фильмов местных кинематографистов, сделанных здесь. Посмотреть кино можно в социальных сетях в любое удобное время. Андрей Горгуленко расскажет, что покажут домашние экраны. На высоте 2200 метров над уровнем моря, обнимаемая ладонями гор, под бескрайним голубым небом лежит озеро Дорошколь. Озеро Дорошколь – перевал Каратюрок, священная гора Белуха. Вся эта неповторимая красота Алтая попала в объектив самарских кинематографистов, режиссера Светланы Кочергиной и оператора Алексея Краснова. Съемочная группа прошла десятки километров по самой высокой горной системе Сибири, чтобы снять места, где снег укрывает вершины гор, где берут начало прозрачные студеные реки, а ветры наполнены кедровой смолой и свежестью. Белуха – священная гора Алтая. Для любого алтайца это не просто нагромождение камней. По преданию, на Белухе живут боги, хранители этих мест. Виртуальный показ организован агентством социокультурных технологий в рамках рубрики «Сделано здесь». Это часть проекта «Культурное сердце России». В течение апреля художественный будет транслировать в интернете фильмы производства самарских кинематографистов, а также кинолектории. Запланирован и цикл показов фильмов «Кино Победы». Если у вас не получилось быть онлайн во время трансляции, вы пропустили прямой эфир, то записи всех фильмов и лекториев будут доступны на страницах кинотеатра «Художественный» в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. А теперь коротко о других темах дня. Для строительства моста через Волгу консессионеру отдадут 223 гектара земли. Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории. Мост через Волгу начали строить в ноябре 2019 года. В настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций, обустройству временных дорог, по устройству буронабивных свай береговых опор. Также идет подготовка к строительству участка трассы протяженностью 23 километра на правом берегу Волги в Шигонском районе. В Большеглушинском районе выявлен новый очаг бешенства. У жителей села Ташку-Сьянова погибла корова. Лабораторные исследования показали антиген вируса бешенства, сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области. В настоящее время в населенном пункте установлен карантин. Строгий карантин могут вести и в Красноярском районе. Там среди кабанов распространился вирус африканской чумы. Рыли советов не будут играть до лета. РФС продлил паузу в Чемпионате России по футболу до 31 мая. Об этом говорится на официальном сайте организации. Стоит отметить, что ограничения распространяются не только на главное футбольное соревнование страны, но и на другие состязания, проводимые под эгидой РФС. При этом не исключается, что новый сезон Чемпионата России может стартовать только осенью. В Самарской области мать-элеменщица отправится на обязательные работы. Трое детей так и не дождались денег от нее. Сейчас малыши находятся на попечении у государства. По закону, жительница Красноармейского района должна выплачивать одну треть от получаемого дохода своим отпрыском, но не делала этого. В итоге ее долг перед детьми вырос до 12 тысяч рублей. С начала года приставы завели в Самарской области более полутора тысяч исполнительных производств на алименщиков. Родители не заплатили своим детям 18,5 миллионов рублей. Синоптики рассказали, что ждать жителям Самарской области от апреля. Средняя за месяц температура воздуха ожидается в районе 6-8 градусов со знаком «плюс», что выше средних многолетних значений. А вот количество осадков норму не превысит. Ближайшие выходные обещают быть теплыми. В дневные часы воздух разогреется до 10-15 градусов. В воскресенье может пройти дождь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok